А мы продолжаем свое вещание с выставки CPM, и у меня в гостях находится прекрасная Ирина Борисова, которая сегодня выступала спикером в рамках выставки CPM. Ирина, скажите, пожалуйста, что вы обсуждали? Мы сегодня на самом деле обсуждали нейромаркетинг и его именно практическое применение. Те исследования, которые провели, уже проведены были за столько лет, мы сегодня обсуждали, как это можно применить в ритейле, как это можно применить в фэшн-индустрии. Что вообще чувствует именно потребитель, каковы его интересы, что для него важно. И мы посмотрели, как через пять сенсорных систем можно реально воздействовать, не манипулировать, вот это самое главное, а именно превзойти ожидания наших потребителей. Потому что на сегодняшний день, что бы мы ни говорили, но все-таки у нас эмоция есть. И если мы правильно, эмоционально сможем подружиться и полюбить нашего потребителя, соответственно, и он нам ответит своей взаимностью. Это и есть клиентоориентированность. Какие бы мы ни придумали механизмы, но в любом случае мы всегда будем говорить, что эмоция будет людей соединять, эмоция будет интегрировать взаимосвязь между людьми. А вот при помощи каких инструментов это делать, вот это как раз мы обсуждали именно на конференции, именно сегодня на, скажем таком, большом интерактиве. Ирина, надо приоткрыть немножко за навесу тайн и расскажем, что такое вот эти пять чувств в нейромаркетинге. Ну, на самом деле, у нас есть пять сенсорных систем, через которые мы воспринимаем в принципе мир. Даже мы с вами потребители, и когда мы приходим в любую торговую точку, мы понимаем, что мы с вами слышим, мы с вами чувствуем, мы с вами вдыхаем аромат, мы с вами прикасаемся тактильно каким-то к товарам. И вот это и есть те самые сенсорные системы, которые нам подают и возбуждают определенную эмоцию. Либо нам что-то нравится, и мы хотим это покупать, либо мы говорим, нет-нет-нет, это не для нас, и нас это никаким образом не, скажем так, не впечатляет. И вот правильнее будет, чтобы все-таки наши предприниматели, именно малый и средний бизнес, научились работать с эмоцией. Потому что, смотрите, технологии могут идти на самом деле далеко вперед. Это здорово, это классно, это нам может помогать. Но это все идет только тогда, когда это все вместе работает. Это не работает что-то одно. Но если мы очень четко проанализировали, если мы создали комфортную среду для клиента, для потребителя, что у нас хороший запах, что при этом у нас визуально нас не давят какие-то цвета, при этом у нас все правильно развешаны наши модели, что к ним легко подойти, их легко взять в руки, потрогать, ощутить тепло, не знаю, там той же вязки, если это какой-то трикотаж. И вот сейчас у предпринимателей на самом деле были реально практические вопросы. Потому что никто нас этому не научит. У малого бизнеса нет больших таких возможностей тратить на большие исследования. Поэтому мы не всегда умеем прочитать, проанализировать исследования и применить, наложить на свой бизнес и применить у себя в своей практике. И вот как раз мы сегодня и обсуждали, что как можно применить аромат, какие ароматы работают в продуктовом ритейле, какие ароматы работают в фэшене, какие ароматы работают в сервисе или в офисе. В салоне красоты это будут использованы одни ароматы. Допустим, в тех же игровых, в детских досуговых центрах это будут другие. Поэтому вот это как раз та задача, когда стоит перед предпринимателем правильно использовать элементы нейромаркетинга для того, чтобы увеличить свои продажи. Потому что бизнес все-таки, это бизнес должен быть ради прибыли. Ну, конечно, для некоторых может быть и бизнес ради хобби. Ирина, вот такой вопрос. Но нейромаркетинг в России это небольшая диковинка, так скажем, или она уже приживается? На самом деле это просто сейчас очень четко научно уже, скажем так, есть терминология. Мы и до этого с вами все это применяли. Мы до этого точно так же, когда мы встречали гостей с хлебом и солью, это как раз и был вкусовой сенсор задействован. Когда мы кланялись, это был кинестетический. То есть мы все это применяли, но только на каком-то немножко, скажем так, может быть, с научным подходом. Но интуитивно всегда предприниматели очень многое, что в принципе в своем бизнесе делают на интуиции. И потом к нему уже приходит осознание, что это нужно оцифровать, что это нужно проверить и на самом деле убедиться в своей результативности. Так вот нейромаркетинг, в отличие от многих других гипотез, это четко оцифрованные методы. Когда мы, используя определенные измерительные, скажем так, опыты, измерительные исследования, мы оцифровываем и мы реально видим реакцию. Потому что если мы с вами проведем маркетинговый опрос, нам могут сказать наши же потребители социально ожидаемый ответ. А вот нейромаркетинг очень точно по измерительным, скажем, всем приборам нам выведет и оцифрует и покажет, на самом деле, какова она правда. И поэтому мы можем строить гипотезу, после этого мы подтверждаем ее через исследование, через аппаратную измерительную возможности и опыты, и мы находим с вами цифры. Цифры прибыли. Вот меня всегда радует, когда я делаю опыты нейромаркетинга в бизнесах у своих заказчиков, меня всегда радуют цифры, когда я вижу, что мы достигаем 30% увеличения продаж. И это реально, потому что это то, что мы можем измерить. Мы взяли опыт и измерили до, во время и после. Я просто хочу рассказать очень-очень маленький опыт. В мясном магазине с национальной, скажем так, с тематикой товарных групп мы применили два аромата. Мы сделали корочку хлеба и сделали аромат бекона. Что я увидела? Я проанализировала продажи во время, до и после. Так вот, запах аромат бекона, когда стоял в магазине, когда мы его распыляли, в данном случае средний чек всегда был выше. Он был выше не потому, что человек просто нам машинально отдавал деньги. Нет. Потому что просто эмоциональное состояние, эмоциональное настроение, положительное настроение человека, как раз его, ну, в принципе, скажем так, показывало возможности, что он может купить еще и вот это, и вот это, и вот это. Ему хотелось это покупать. Это не манипуляция. Вот как раз первый, кто я противник того, чтобы нейромаркетинг использовали как элемент манипуляций. Потому что все-таки мы должны полюбить своего потребителя. И если мы зайдем в его ожидания, это и будет тем самым результатом для любого предпринимателя в его бизнесе. У меня сейчас в гостях был потрясающий спикер Ирина Борисова. Спасибо вам огромное за время. Я желаю всем на самом деле высоких продаж. Я желаю всем найти своего потребителя, полюбить его, подружиться с ним. И чем чаще вы будете с ним контактировать, тем быстрее вы на самом деле будете достигать результата. Потребитель удовлетворения от того, что он покупает и свои эмоции, а вы это будете видеть в цифрах. Есть цифра, есть явление. Для того, чтобы открыть магазин, это нужны просто деньги. А для того, чтобы его не закрыть, это искусство. Давайте постигать и оттачивать свое искусство. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.